Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного Славянского Радио. Сегодня с вами снова Юлия Стоянова, и я нахожусь в гостях у Лады Ведуни. Добрый день. Лада, мы сегодня с тобой затронем очень актуальный вопрос, который задают очень много наших зрителей, слушателей, лично мне, даже лично тебе, я знаю. Касается он взаимоотношений мужчины и женщины. Считается, ну, мы же все-таки Народное Славянское Радио, но немножко мы отойдем, так как у нас на Руси сейчас очень много верований. И все верования нам пытаются доказать, но в большинстве о своем, что воздержание от супружеской жизни способствует духовному развитию. Собственно, к тебе вопрос, действительно ли воздержание мужа и жены способствует накоплению силы? Или даже не мужа и жена, а просто мужчина для того, чтобы, или женщина для того, чтобы познать Бога, то есть, или взросить Бога в себе, должен не распылять свою сексуальную энергию и должен ее копить внутри. То есть, по сути, как бы это все логично, это все правильно. Вот твои язвенные знания могут нам помочь разобраться. Да, вот мои знания у вас сегодня могут кого-то возмутить, кого-то нет, но это так, как оно есть. Так как у нас, человек, это изначально приходит в этот мир с предназначением помочь другим людям воплотиться в этом мире и переродиться, и идти своим путем, правильно? Продолжение рода – это основная, единственная такая наша цель. Но делать детей только ради детей заниматься сексом – это в какой-то степени неправильно, но немножко не так. Дело в том, что когда мужчина и женщина соединяются вместе по любви, у них повышаются вибрации. Мужчина в этот момент вдохновляется энергией женщины, идет поток энергетический, он проходит через чару за рот, активирует у мужчины финансовые потоки, активирует его возможности достижения, реализации в этом мире. То есть, чем чаще женщина наполняется энергией мужчины, тем лучше и больше она получает взамен в финансовом плане. Что касаемо мужчины, когда он наполняет женщину, которую он любит, я уточню именно во время акта занятия любовью, а не сексом, именно любовью, да. Когда мужчина наполняет женщину энергией, у нее идет вдохновение, ей хочется творить, ей хочется сотворять, ей хочется наполнять, ей хочется делать какие-то вещи, писать стихи и так далее и тому подобное. Мы это все чувствуем, когда мы влюблены, так? Нам всем хочется писать стихи, нам хочется свернуть горы и так далее. Почему? Потому что идет реальный поток хорошей, сильной энергии. И даже на Руси древние старички, если уже не могли заниматься любовью, они ложились, обнимались. И вы заметите, у нас на Руси очень часто все обнимаются. Для чего они делают? Они друг друга поддерживают, они друг друга прокачат. И бабушки с дедушками всегда спали в обнимку. И женщина, даже несмотря на то, что у них нет сексуального контакта, качала мужчину энергетически. И он, соответственно, качал ее. Ну, тантрический секс, как это сейчас называют, да? Но может ли это быть полноценной заменой? Это менее сильная обмен энергии для тех, кто вот все-таки решил от этого воздержаться, но все-таки хотя бы так друг друга качать. Но когда идет соединение мужчин и женщин, они сливаются воедино, объединяются как телом, так и духом. И в этот момент высота, тот, кто выше, по уровню духовного развития, начинает тянуть за собой того, кто ниже по уровню духовного развития. Не понижает. Однако, если мужчины и женщины занимаются сексом ради удовольствия, ради плоти, без каких-либо чувств, что происходит? Тот, кто ниже, начинает тянуть за собой того, кто выше. Если нет любви, не занимайтесь сексом с мужчиной. Но встает вопрос, основной, да? Если муж и жена не любят друг друга, что делать в этом случае? Это очень важный вопрос, очень часто. Время сейчас такое странное. Да. Многие случаются трудности, очень много в этом говорят. Что происходит? Женщина. Дело в том, что любовь – это чувство не просто уважения, это стремление сделать другого человека лучше. И если ты действительно собираешься прожить с этим человеком, но без любви, как друзья, направляй. Делаешь, когда мы как друзья занимаются сексом. Ну, есть такие пары, которые живут как друзья и занимаются сексом. У них идет через духовное, через грудь. Нужно просто энергетически представить, как этот поток опускается в матку. И во время соития выпускает поток в мужчину. Через несколько таких тренировок со временем либо появится чувство, что очень вероятно, да. Либо придет такое энергетическое удовлетворение внутреннее, то есть не столько вот даже физическое, сколько энергетическое. Она перерастет постепенно в физическое и пойдет страсть. А страсть – это основа любви. То есть есть возможность развить уже то, чего не было. Да, ну да, если есть отношение любви, дружеское и уважение, можно развить любовь страстную в себе за счет вот этого упражнения. То есть на выдохе, во время прихода самого пика сексуальной активности мы вот здесь создаем шарик, если он здесь у нас, ну, дружеское, и опускаем его в матку. Задерживаем. И в этот момент, когда у мужчины идет приход, если это прерванный секс, то до того, как закончится, ну, произойдет эвакуация. Если они прерваны, то есть во время. То есть в самый последний момент мы выливаем на него эту энергию, на мужчину. Что делать в мужчине в этот момент для того, чтобы его женщина его любила? Это тоже очень важный вопрос. Это взаимовозважно быть. Да, это все. Это такие маленькие почти что приворотики. Без всякой магии, без всякой... Вот как говорят, приворот это порча, да? Да, хотел сказать. Да, это вред. Это причинение вреда по-любому. Меня очень удивляет, когда люди говорят белый приворот. Но зачем, если у нас есть чарование? И вот то, что я рассказываю, это чарование. Поэтому есть чаровницы. Те, которые обучают, как своими чарами, то есть энергиями чар, чакр, направить мужчину в нужное русло. И точно так же мужчины. Мужчина, опять-таки, в момент пика женщины, потому что она может не совпадать с его пиком. Максимально накачивать энергию в груди. Важно, мужчина должен накачивать энергию в груди. То есть женщина больше должна в матке раскачивать этот шарик. То есть выпихивать за груди, опускать в матку и там раскачивать. А мужчина накачивает больше вот здесь. И только в самый последний пик быстренько протаскивает этот шарик у женщины. А если, например, кто-то продвинутый понимает это, другой говорит, типа, я этого не понимаю. Причем сейчас же очень много каких-то непониманий между парами бывает. За счет того, что кто-то во что-то верит, кто-то во что-то не верит. А зачем им это объяснять? А как, чтобы это было полностью... И это делать нужно в любом случае взаимно, если это отношения в семье. В любом случае. То есть если ты даешь согласие выйти замуж за мужчину, значит ты даешь согласие делать с тобой вот такие манипуляции. Точно так же, как мужчины дают согласие женщинам на то, чтобы делать такие манипуляции. Когда в ЗАГСе или приобрятие рукоповязания особенно. То есть, по сути, ты даешь себя, волю другому человеку. Да, да. Это частичка тебя, это твоя половинка. И если ты замужем или женат, то по-любому ты уже должен что-то делать для того, чтобы эти отношения развивались. А сейчас очень много людей расторгают свои такие отношения. Как с такими ситуациями людям быть? Ну, к сожалению, это сейчас модно. Раньше, как ты знаешь, на Руси вообще как таково не делалось. Да, почему? Потому что очень думали головой, прежде чем выходить замуж и жениться. И точно так же думали 10 раз головой, прежде чем разводиться. Вот эти разводы, они пошли после того, как начали отдавать без любви по согласию родителей. После этого пошли вот эти все недомолвки, потому что изначально было с благословения родителей, но по любви. То есть встречались на купала, любили друг друга, влюблялись и уже женились. Мужчины и женщины должны работать над другом, над своей ситуацией. По-любому всегда. Кто-то там Кастанеда, по-моему, писал, кто-то мне из ребят говорил, что сын отбирает энергию отца, поэтому детей иметь нельзя. Вот это вообще бред, дикий бред. Ребенок, рождаясь, дает такую силу, энергию для воплощения, для реализации родителей, что это тяжело передать даже словами, насколько сильно. А вопрос. Бывает так, что если по каким-то причинам между людьми нет, ну как мы понимаем, любви или еще чего-то, а детей дается очень много, то есть от рода. Что это означает? Вот если кажется людям, что у них ничего нет, а дети просто, как некоторые говорят, приходят, приходят, приходят. Сейчас очень много людей, которых там пятеро погодок. И сейчас даже стало модно рожать детей очень в большом количестве. Прям куда ни глянь, везде многодетные семьи. Это хорошо. А что вот бывает с теми людьми, которые вроде не по любви, а детей так много, и вроде любить приходится. Вот такие моменты тоже спрашивают. Если ты готова мужчине рожать ребенка, и мужчина готов с этой женщиной иметь ребенка, по-любому у него есть любовь, хотя бы дружеская. По-любому. Ну да. А дружескую любовь, опять-таки, можно развить при помощи упражнений. А вот я хочу знать вот этот момент, когда род дает ребенка семье. Почему в одних семьях очень много детей, а в других семьях мало, хотя они тоже друг друга любят? Это какое-то благословение слышали или все-таки бывши на физику? Нет, я тебе могу сказать, так, дети приходят тогда, когда это нужно. Понимаешь? Даже если люди безумно друг друга любят, и к ним не приходят дети, значит, они сейчас должны заниматься самореализацией. То есть развивать себя. Ребенок приходит для того, чтобы если родители никак не могут повысить свою духовность, а очень хотят, не могут что-то сделать, но очень хотят, ребенок приходит, чтобы дать им этот импульс, чтобы дать им это развитие. Если они сами и так прекрасно развиваются, то дети могут вообще не приходить какое-то время, очень и очень долго. И они приходят только в тот момент, когда... Благоприятный для них. Да, благоприятный для них и для родителей. Когда импульс родителя, запрос очень высокий, а сил для реализации нет. Приходит ребенок и дает это всего. Подкачивает. Да, подкачивает. Поэтому получается у матери, у ребенка такая связь, очень сильно так же, как и у отца. За счет вот этого потенциала детей, получается, люди могут как-то продвинуться по своей сюжетной лестнице, по духовной лестнице. Правильно? Да, да. Очень сильно дети дают реализацию. Заметьте, что многим, к кому приходили дети, после этого выходили на новый этап, на новый уровень, на более высокое развитие. Это нормально, даже если дети идут со вклонением. Сейчас очень много, да? Кто поздно рожает, есть доунята, там еще со вклонением. Почему доунята? В чем причина? Сейчас очень много про это сказок и рассказов, что это якобы отработки. Это отработки. Это отработки. И много приходит сейчас новых душ. Дело в том, что народу много, а душ в прошлом было на самом деле не так много. Вот этот пик рождаемости был, да, когда у нас было и по 12 детей, это было пару столетий. По 50. По 50 детей, да. Но до этого один-два ребенка было. Этот пик рождаемости пришел на 17-19 века, то есть до этого и то в деревнях. До этого один-два ребенка. Это стандарт. Богатые семьи порой имели семи детей. Это прям вот, прям много. Пять детей, это был потолок. Могли себе позволить. Могли себе позволить. Это был вообще потолок. Раньше вообще один-два ребенка, это было нормально. Почему? Потому что люди все время были в реализации. Это до какого времени? Просто сейчас очень много нам посыпется сообщений о том, что мы знаем, что должно быть полный круг, 16 детей. И откуда они знают, тоже надо узнать, откуда они узнают. Могу сказать так. Женщина называлась ведущей мамой после того, как она воспитала 9 детей. Причем это не важно, ее дети, племянники, или внуки, или... Не важно, 9 детей она воспитала, она ведущая мать, ведьма. Но опять-таки, это человек, который может преподавать и учить. Не было таких огромных кругов по 16 детей. Не было. Если вы возьмете сказки, 3 сына, 3 дочери. Посмотрите сказки. Максимум 5 человек там у них было. Максимум. А почему эти сказки рассказывают про то, что было по 50? Ну, как... Это не сказки, это как бы по факту. Были, да. Этих людей просто... Я тебе могу рассказать про свою семью. Вот из уст в уста, да? Бабушка говорила, что во время того, как были достаточно тяжелые времена, дети... Были большие эпидемии и голод, и детей старались рожать в большем количестве, потому что очень много умирало. У меня, к примеру, мои прабабушки, у нее в живых шестеро детей из двенадцати. То есть двенадцати она родила, шесть у нее остались живых. Причем у нее... У ее мамы двенадцать детей живых из, если я не ошибаюсь, двадцати пяти детей, которых она родила. Вот. И причем из этих двенадцати детей две Полины. Почему? Потому что одна Аполлинария, вот, а другая Полина. Так вот, почему? Потому что Аполлинария заболела тифом, вероятность того, что она выживет, была маленькая. И бабушка второй раз, когда родила, считала, что если она зовет тем же именем, она перекроет, ну, распределит эту судьбу на двоих. И обе девочки выжили. Одна Полина, другая Аполлинария. Интересно, кстати, считается, что наоборот. Ну, да. Нельзя называть именами умерших родственников в честь них непосредственно. Это может призвать эту душу без ее воли. Ту душу, которая в честь кого названа. Вот. Но можно делать запросы, душа сама выберет. То есть не привязывать, нравится имя, что оно было у бабушки, тебе нравится. Не важно, придет не эта бабушка, придет другой человек, да, но я как бы считаю, что вот бабушка живая с таким именем, или вот внучка с таким именем. Это не страшно. Судьбу якобы перенимает. Нет, не перенимает, если нет на это акцента. Ты, когда призываешь ребенка, ты хочешь ребенка, ты мечтаешь о нем. Если ты думаешь, что ты хочешь ребенка, похожего на бабушку, тогда это запрос. Тогда это будет запрос. Он, конечно, полностью может копировать судьбу бабушки. Но если у тебя такого запроса нет, если у тебя запрос, я хочу, чтобы у меня был ребенок такой-то, такой-то, а имя мне нравится, как у бабушки. Это совсем другое состояние. Абсолютно другая душа. Да, правильно. Слушай, мы с тобой замечательную тему поняли. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы вот здесь вот сейчас вот обсудили, они помогут очень многим людям и как-то, возможно, развеют какие-то мифы. Да, и пишите тогда ваши моменты возмущений или вопросы. Мы всех обсудим и постараемся на них ответить. Да, это будет повод для будущей передачи. Ну, на этом мы с вами прощаемся. С вами была Елия Стоянова и Лада Ведонья. До встречи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова